Белорусское искусство всегда представляло большой интерес среди истинных ценителей и почитателей. К сожалению, многое было утеряно в годы военной Вальхаретии. Что-то вывозилось и не вернулось с отдельными экспонатами белоруса незнакомо вовсе, из-за того, что художники и мастера эмигрировали в другие страны. Поэтому каждая возможность увидеть воочию произведения искусства своих соотечественников – это действительно удача. Проект «Ночь музея» в Бресте открыла выставка уникальных картинок «Сиомы» от Белгазпромбанка. Публике были представлены 20 произведений художников, родившихся в пределах границ современной Беларуси, чьи имена получили широкое общественное признание за рубежом. Очередное мероприятие в рамках тысячелетия нашего любимого города Бреста проходит в этом выставочном зале. Я благодарен Белгазпромбанку за вот эту очень интересную и нужную традицию привозить мировые шедевры в регионы. И город Брест сегодня первый областной центр, где проводится такое мероприятие. 20 работ, работы наших земляков, известных во всем мире, может быть, менее известных, но это наша гордость, и мы можем прикоснуться. Проект «Сиомы» – это один из подарков от дирекции Белгазпромбанка нашему городу. Подкрепляя статус культурной столицы, в областном центре в этом году презентуется все самое эксклюзивное и впечатляющее. Вы делаете очень многое в целом для Республики Беларусь, и мне очень приятно, что сегодня точка вашего приложения, вашего интеллекта, вашей широкой души – именно наш город Брест. Я хочу от имени Брещан сказать вам спасибо. Спасибо дирекции Белгазпромбанка. И, повторюсь, вроде банальные вещи, но для меня это закон. Мы сделаем все в нашем городе, чтобы было больше таких событий, потому что есть четкая и понятная, простая, в принципе, как и все искусство, установка «Лучшая Бреста» – нет места. Мы подумали и для себя решили, мы должны поделиться самым дорогим, потому что подарок всегда ценим тогда, когда тебе жалко с ним, и не то, чтобы расставаться насовсем, но даже на время. Ну, собственно, родилась такая идея представить в Бресте работу из нашей корпоративной коллекции, часть, отдельную работу даже вообще не видели еще никто ни в Минске, ни в Белоруссии, поэтому нам приятно это сделать именно в Бресте, потому что, наверное, это один из самых таких интересных городов с точки зрения отклика на наши мероприятия. Лев Бакс, Марк Шагал, Осип Любич, Михаил Какойн, уроженцы Брещина, Дмитрий Стелецкий и Яков Баглей – работа этих художников сегодня не просто эксклюзив. Это национальное наследие, которым гордится творческая интеллигенция Беларуси. Дирекции Белгоспромбанка удалось собрать самые редкие и самые важные в истории искусства работы периода конца 19-го – начала 20-х веков. Несмотря на то, что все они представлены в рамках одной выставки, каждое произведение имеет особое лицо, а манера исполнения протестует против тривиальности и обыденности. Мы специально старались сделать так, чтобы каждый пришедший сюда нашел что-то для себя интересное. У нас и живописи, графика, и скульптура, у нас жанровые сцены, пейзажи, натюрморты, более классическое искусство, конец 19-го века, более авангардные работы конца 70-х годов, 20-го века. И я уверен, что вот именно эта комбинация является чем-то тем, что в Бресте еще не видели. Я надеюсь, что и брещане, и гости, которые обязательно приедут и на тысячелетие, и просто в Брест, я надеюсь, погода будет способствовать, получат удовольствие, посмотрев работы, прочитав тексты, которые специально написаны на каждой работе, и увидев 9 фильмов, которые мы тоже здесь представляем. Это настоящая выставка очень дорогих, не материально, а духовно художников, которые, наверное, это расхожее мнение, не прославили Беларусь, а обозначили Беларусь на ее месте в настоящей истории искусства. Название проекта «Аксиома» можно соотнести с любой из 20 работ, каждая из которых не требует аргументов для того, чтобы быть понятой. Ее нужно принять душой, как что-то важное, высокое, символизирующее, насколько самобытно белорусское искусство. И как важно понять это, чтобы в погоне за другими не потерять свое художественное лицо.